Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы обсудим топ-3 напитка для похудения. В процессе снижения веса принципиальную важность несет не только ваша диета, не только еда, а также и напитки. От применяемых напитков напрямую зависит как скорость снижения веса, так и уровень сахара и инсулина в крови. Обсуждаем три лучших напитка, которые позволяют быстро снижать вес. Первый, самый полезный напиток для человека это чистая вода. Почему чистая вода? Потому что в нашей клетке по градиенту концентрации проходит только чистая вода. Если вы пьете компот, чай, кофе, лимонад, то наш организм должен использовать чистую воду. То есть из напитка организм должен разделить сахар, вкусовые добавки, фруктовые добавки и воду. То есть когда вы хотите почистить свой организм, улучшить функцию печени и почек, вы пьете чистую воду. Не зря говорят, сможете ли вы помыть пол сладким чаем. Нет, пол будет липнуть. Вот точно так же улучшить состояние печени и почек, помыть каждую клеточку нашего организма, может только чистая вода. И если человек пьет мало чистой воды в сутки, у него идет набор веса и возникают отеки, задерживаются жидкость. Одна из частых причин отечности это дефицит чистой воды. Когда человек увеличивает до нормы потребления чистой воды, он начинает активнее снижать вес. Сколько же нужно воды? Если рассматривать все жидкости, то есть вода, чай, кофе, компот, суп, то для человека с нормальной функцией почек, среднее количество жидкости в сутки, нормальное количество, это 30-40 мл на килограмм нормального веса. То есть мы считаем не на избыток, не на дефицит веса, а на нормальный вес для данного человека. Ну то есть для среднего человека, да, со средним весом 60-70-80 кг, это порядка 2-3 литра в сутки. Это все жидкости. Чистая вода должна составлять минимум половину от всех принятых жидкостей в течение суток. То есть минимум 1 литр чистой воды, а для большинства взрослых людей это полтора литра чистой воды в сутки мы должны получать. Причем максимальную пользу мы получаем от употребления чистой воды в течение дня между приемами пищи. То есть везде, на рабочий стол, в машину, в сумочку, берем с собой чистую воду и пьем чистую воду в течение дня. Работаем, сделали глоток, едем в машине, стоим в пробке, сделали глоток. То есть минимум литр, а для большинства людей, кто имеет чуть больше вес, да, либо жаркий климат за окном, полтора литра чистой воды, это необходимость. Если вы пришли на тренировку, вы потеете, вы пошли бегать на улицу, играть с детьми, вы потеете, пожалуйста, вы теряете воду с потом, увеличиваете потребление жидкости. То есть на тренировку час с активным кардиокомпонентом, берем с собой пол литра, а то и литр воды и спокойненько во время тренировки пьем, потеем, пьем, потеем, пьем, восстанавливаем баланс. Если рассматривать добавки в воду, я знаю, что некоторые люди не любят чистую воду, говорят, она невкусная. Что можно добавить? Можно добавить кислые добавки, и это будет полезно. То есть сок лимона, сок лайма, либо же яблочный уксус. Чем на пользу кислые добавки? Во-первых, это вкус. То есть большинству людей вода с лимоном кажется намного более вкусной и освежающей, нежели чем чистая вода. Пожалуйста, пейте воду с лимоном. Либо вода с яблочным уксусом. Вода с лимоном содержит в себе витамин С, содержит в себе антиоксиданты из лимона. Это полезно для кожи, волос и ногтей. Кроме того, кислоты. Хоть сок лимона, хоть яблочный уксус, это кислоты. Они улучшают пищеварение, в том числе переваривание белка, и улучшают усвоение железа. Особенно полезно подкисленную воду пить при употреблении мяса. Не зря же в ресторанах к мясу, к рыбе дают кислые заправки. Например, дают сок лимона. Это действительно облегчает переваривание белка и улучшает усвоение белка и железа. Поэтому, например, сделать стейк из говядины и запивать его водичкой с лимоном, да, небольшое количество к еде, порядка 100-200 грамм, это только на пользу. Если же у вас имеется гастрит, язву в обострении, вы не переносите кислоты, понятно, что тогда вы пьете чистую воду. Если рассматривать температуру воды, то горячая вода улучшает желчоотток, улучшает моторику кишечника. То есть очень полезна при проблемах с печенью с желчным и при запорах. Холодная вода, во-первых, более освежающий эффект дает, во-вторых, улучшает отток жидкости. То есть дает некоторый мочегонный эффект. Поэтому, если вы снижаете вес, можно чередовать то прохладную воду, то горячую воду, приятные температуры. То есть первый, самый полезный напиток при снижении веса это чистая вода. Второе, это чай. Натуральный зеленый чай содержит в себе кофеин, причем в зависимости от сорта зеленого чая. Содержание кофеина может быть либо сопоставимо с кофе, Либо в некоторых сортах зеленого чая даже больше, чем в кофе содержится кофеина. Кроме того, содержится тианин, содержатся антиоксиданты. То есть натуральный зеленый чай, который мы правильно завариваем, будет улучшать здоровье в целом. Плюс за счет содержания кофеина будет давать мочегонный эффект. То есть у нас быстрее выводится жидкость, мы быстрее снижаем вес. У нас уходят отеки и плюс разгоняет энергообмен, дает силы, энергию, способствует снижению веса и сахара. Если вы любите зеленый чай, употребляйте преимущественно в первую половину дня. Перед сном употреблять бодрящие напитки, в том числе натуральный зеленый чай, в котором содержится кофеин и кофе, не нужно. Кроме того, при снижении веса мы можем использовать мочегонные чай, такие как укроп, такие как канифрон, почечные сборы и другие травы, фитотерапию, которая способствует мочегонному эффекту. Однако помните, половина жидкости в течение суток это чистая вода. Чай, даже самый лучший, самый дорогой чай, самый лучший фитосбор, не заменяет чистую воду. То есть литр чистой воды мы пьем, чай это плюсом к чистой воде. Если же у вас зеленый чай и кофе, то есть кофеин, содержащий напитки, повышают давление пульс, тогда вы их не применяете. Ну и следующий напиток, как вы уже поняли из предыстории, который помогает снижать вес, это натуральный вареный кофе. То есть тот кофе, который действительно богат кофеином, он будет давать повышение энергообмена, он будет давать мочегонный эффект. То есть кофе действительно помогает снижать вес. Кроме того, многие пациенты с помощью чашки горячего кофе, либо чашки горячего чая, снижают аппетит. Это действительно так. Плюс кофе дает желчегонный эффект, это полезно, он улучшает желчий отток. Если вы переносите кофе, то просто черный кофе без добавок, без сахара, без молока, без сахарозамов, будет способствовать процессу похудения. Полезное количество это две порции, то есть две чашечки натурального вареного кофе в день. Если же вы не переносите кофе по состоянию сердечно-сосудистой системы, тогда не употребляем. Пожалуйста, мы можем употреблять цикорий, можем употреблять какао, но именно с точки зрения веса, между цикорием, какао и прочими вещами, конечно же, вода, чай и кофе занимают лидирующие позиции. Если же говорить про общее здоровье, то кофе не только мочегонит, а также выводит кальций. Поэтому, если вы любите кофе, во время приема пищи завтрак-обед мы можем добавить в него молоко, чуть-чуть подкрасить. Да, молоко, молочный сахар, но если это во время приема пищи, это допустимо. Самое главное не между едой, чтобы между едой не поднимать сахар-инсулин. Так вот, во время приема пищи кофе можно подкрасить молоком, либо если вы любите черный кофе, то поговорите с доктором о контроле уровня кальция общего ионизированного в крови, о контроле денситометрии плотности костной ткани и о возможности добавления препаратов кальция. Если вы очень любите кофе, а кофе, как вы понимаете, выводит кальций. Больше информации о здоровом питании, о коррекции гормонального фона для снижения леса, я рассказываю в школах питания на сайте Ольга Павлова РФ. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите, о чем интересно услышать в следующих видео. Будьте здоровы!